МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проблемы транспортной безопасности обсудили в администрации. Прошел первый областной фестиваль национальных культур Подмосковья, территория дружбы. Урок пожарной безопасности провели в Люберецкой школе номер 21. Проблемы транспортной безопасности обсудили в районной администрации. Совещание провел Сергей Плитов, начальник управления безопасности дорожного движения и транспорта администрации Люберецкого района. Неуважительное отношение к пассажирам и несоблюдение водителями правил дорожного движения. В сфере транспортной безопасности эти проблемы остаются актуальными. Недавно в районную администрацию поступила жалоба. Жители города заявили о нетактичном поведении водителя маршрутного такси. Обе стороны конфликта обсудили данный инцидент в присутствии сотрудников администрации. Жительница на встрече с водителем отказалась. Поэтому истинную картину происшедшего точно нельзя обрисовать. Но тем не менее, мы это как сигнал приняли к исполнению. Мы провели беседу со всем личным составом не только этого маршрута, а всех маршрутах. От водителя общественного транспорта потребовали объяснительную записку. Для принятия более жестких мер требуются прямые доказательства – фото или видеоматериалы с места события. Мы стараемся оперативно реагировать на каждый случай. И я призываю жителей также реагировать и доводить до нас информацию в администрацию о любом проявлении такого рода или неуважения, или несоблюдения правил дорожного движения. При возникновении подобных ситуаций за помощью можно обратиться в Управление безопасности дорожного движения и транспорта, а также напрямую к главе города через социальные сети. Луизия Геозырян, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение. Люберецкий центр занятости провел очередной день открытых дверей. На выбор соискателей было представлено более полутора тысяч вакансий по самым разным специальностям. С самого утра в Люберецком центре занятости многолюдно. В поисках работы сюда пришли жители со всего района, а также соискатели из соседних городов – Тержинского и Лыткарина. Я уже три месяца без работы по сокращению была уводана. И на сегодняшний день я ищу как раз-таки интересную мне работу по заработной плате и по продвижению, соответственно, дальше. В списке требующихся специальностей можно найти различные вакансии – от младшего технического персонала до руководителей высшего и среднего звена. На сегодняшний день в Люберецком районе полторы тысячи безработных, которые стоят на учете в центре занятости населения. Ровно такое же количество работодателей заявили о поиске новых сотрудников. Посетив день открытых дверей, каждый безработный сможет решить вопрос с трудоустройством. Одни из востребованных профессий – водители автобусов, а также сотрудники швейного производства. А на первом месте в этом списке по-прежнему медработники. Дефицит врачей и младшего медицинского персонала в больницах Люберецкого района составляет 475 человек. Среди представленных вакансий есть и нестандартные, которые встречаются достаточно редко. Концертмейстер у нас есть на сегодняшний день вакансии. Она не так часто встречается, даже очень редко, но бывает. Дни открытых дверей проводятся в Люберецком центре занятости населения регулярно. Следующая ярмарка вакансий состоится в сентябре текущего года. Луиза Иги Азарян, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. Дождь в день бракосочетания сулит удачу и счастье. Непогода внесла свои коррективы, но не помешала ярко и торжественно провести первый московский фестиваль национальных свадеб «Одна страна, одна семья». В этот день образовалось 12 супружеских пар. Что интересно, новоявленные мужья и жены, представители разных народностей, проживающих в России. Согласно данным последней переписи населения, на территории Московской области проживают более 140 национальностей. Сколько национальностей, столько же старинных свадебных традиций и обычаев, переживших время и бережно сохраняемых из поколения в поколение. Всё это уникальное многообразие было продемонстрировано на торжественной церемонии бракосочетания, в которой приняли участие молодые люди из Удмуртии, Чувашии, республики Коми и Татарстана, Дагестана, Мордовии, Калмыкии, Башкортостана и Кабардино-Балкарии. Мы живём на прекраснейшей российской земле. И такие разные, но такие близкие друг к другу. Мы должны научиться любить, мы должны научиться понимать друг друга, мы должны научиться терпению. И тогда наша Россия станет великой и сильной. Подобный фестиваль проводился в Подмосковье первый раз. Коломенская земля гостеприимно распахнула свои объятия для счастливых женихов и невест. Свои поздравления адресовал им губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Многонациональная Подмосковье – большая дружная семья. Все мы гордимся своей страной, любим свой дом, свою землю. Вместе работаем над тем, чтобы наша жизнь стала лучше. Церемония была проведена по всем правилам. Каждую пару спросили, является ли их желание вступить в супружеский союз взаимным и добровольным. Прошу ответить вас, Кальмагаев Сергей Ильич. Ваш ответ, Якушкина Марина Михайловна. Затем молодые поставили свои подписи в государственном акте о заключении брака. И в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации их брак был зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. Дорогие друзья, громко-громко аплодисменты. Еще громче, дорогие друзья. Они стали единым целым. К этому моменту каждый из этих счастливейших на земле юношей и девушек шел своей дорогой. По-разному происходили встречи и знакомства. Он служил вами в Либерцах, я работала. Они все разных национальностей, разного вероисповедания. Но нет сомнения, что любые трудности им по плечу, любовь, взаимопонимание и доверие ставят молодожены во главу угла своего нового дома, которым и является семья. У нас общая семья, мы дуфина украсть, у нас общность, поэтому наши традиции очень схожи, наш характер очень схожий. Да, в общем-то, все будет хорошо, я думаю, надеялся язык. После окончания официальной церемонии бракосочетания для участников фестиваля, их гостей и многочисленных зрителей был устроен красочный концерт. Национальные танцы, песни и обрядовые композиции еще долго восхищали всех, кто, несмотря на непогоду, радовался счастью молодоженов. Ольга Щевелева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение В Подмосковье прошел первый областной фестиваль национальной культуры «Подмосковье. Территория дружбы». В нем приняли участие порядка 15 национальных организаций региона. Песни и танцы – предметы национального искусства, праздничные деликатесы различных народов. Все это можно было увидеть на празднике. Первый областной фестиваль национальных культур прошел в подмосковных Химках. На заседании консультативного совета по делам национальности его открыла Эльмира Хаймурзина, заместитель председателя правительства Московской области. Московская область – территория многонациональная, проживает у нас более 140 национальностей. И, конечно же, самая главная наша задача, и задача, которую ставит перед нами президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и наш губернатор Андрей Ильич Воробьев – это работа последовательная, поступательная, системная по сохранению межнационального мира и согласия на территории Подмосковья и всей нашей страны. Обсуждали насущные проблемы – совершенствование законодательства, проблемы миграции, воспитание подрастающего поколения. Люберцы на конференции представила Екатерина Дегтярева, председатель комиссии по межнациональным отношениям общественной палаты Люберецкого района. В завершении заседания всем показали ролики, созданные сотрудниками Люберецкого районного телевидения. Один из них был посвящен Дню России. На видео представители разных конфессий и жители Подмосковья читали гимны Российской Федерации. В этот момент весь зал встал. Одна ты на свете, одна ты такая. Хранимая Богом, родная земля. А после официальной части всех гостей ждал колоритный концерт, на котором выступили художественные коллективы разных народов Подмосковья. Среди почетных гостей фестиваля трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Как говорится, всегда хорошие дела начинаются с омовения. Вот видите, у нас тоже дочек, это к хорошему. Первый фестиваль. Здесь закладываются традиции. Всем хочется пожелать здоровья, успехов, удачи. Традиции свои беречь обязательно. Вы знаете, мы здесь уже попробовали. Вкусно очень. Всем советую. И действительно, еда на ярмарке национальных кухонь и ремесел была очень вкусной. А дошливая погода не смогла испортить настроение праздника и атмосферу всеобщего единения. Ну как же, это же народы все вместе соединяются. Встречаются, но это нужно. Это нужно для нас обязательно, чтобы вся Россия, вся наша страна были вместе. Наталья Григорьева, Яна Яковлева, Никита Скраган. Люберецкое районное телевидение. К другим новостям. Безопасность глазами детей. С воспитанниками летнего лагеря на базе школы номер 21 провели очередное мероприятие по профилактике пожаров. Беседовал с ребятами старший инспектор отдела надзорной деятельности по Люберецкому району Сергей Зубков. В прошлом году на территории Люберецкого района в результате пожаров погибли пятеро детей. С целью предупреждения трагических случаев инспекторы пожарной службы регулярно проводят в общеобразовательных учреждениях профилактические мероприятия. Недавно такая встреча состоялась с учениками 21-й школы. Ребятам, посещающим летний оздоровительный лагерь, напомнили о требованиях пожарной безопасности, а также о правилах поведения в экстренных ситуациях. Нам рассказали, как пользоваться огнетушителем и какие огнетушители должны быть в классах, какие должны быть на улице, какие можно использовать в классах, какие на улице. После беседы с учениками состоялась вторая творческая часть работы. Ребятам было предложено поучаствовать в конкурсе, изобразить на листе бумаги свое видение темы «Пожарная безопасность». Учебно-тренировочные эвакуации, инструктажи – это все основная часть, которая доходит в большей степени в полном объеме до сознания уже взрослых людей. Детям лучше прививать навыки осознанного пожаробезопасного поведения в игровой форме. По результатам конкурса лучшей была признана работа ученика 4-го класса Милехина Артема. Победителя наградили ценным подарком и грамотой от имени главного госинспектора Люберецкого района по пожарному надзору. Луизия Игеазарян, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. День России в Люберцах оказался богат на спортивные события и награды для наших спортсменов. Об итогах прошедшей недели рассказал руководитель комитета по физической культуре и спорту Владимир Сурков. В День России 30 люберецких баскетболистов сразились за Кубок города. Первое место одержала команда «Люберцы-1». В этот же день на стадионе «Искра» прошли традиционные футбольные турниры среди самых юных спортсменов, где клуб «Звезда» занял четвертое место. 11 июня в городе Люберцы на фоке Люберецке состоялся мини-футбольный турнир, посвященный Дню России. Встречались команды «Строгеном» и «Тища», «Арион» и «Железнодорожная» и «Звезда» Люберцы. По итогам турнира команда «Звезда» заняла четвертое место. 12 июня в День России состоялся пятый тур. Также в любительской лиге играли команды «Марусина» и «Фобдар». Результат матча – ничья. Также в этот день золотыми знаками отличия ГТО были удостоены 9 люберецких выпускников из 25-й гимназии. Кроме того, в День России воспитанники «Звезды» одержали победу в Ногинске, где прошел матч седьмого тура первенства области среди юношеских команд по футболу. 13 июня в городе Красногорском стадионе «Зорки» состоялся десятый тур первенства России среди команд третьего дизиона зоны Московской области. Наша команда выиграла со счетом 2-3. Сейчас мы находимся на пятом месте вместе с командой «Долгопрудный» и «Истром». В завершении выступления Владимир Сурков сообщил, что 16 июня в 18.00 на стадионе «Торпеда» состоится домашний матч между командами «Люберцы» и «Квант». Вход свободный. Анна Троян, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. Уважаемые телезрители, напоминаю, что генеральный партнер нашего информационного выпуска – природный курорт «Яхонте» – семейный отель в Подмосковье. На этом у меня все. С вами была Наталья Григорьева. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин